всем привет с вами ирина и канал my diy life сегодня как обычно по вторникам садовый влог в этом году нас не радуют розы но зато радует клематис они в этом году особенно обильно их хочу показать вам еще парочку красивых сортов вот этот сорт я считаю лучшим белым клематисом это сорт хульдин у меня он здесь растет вместе с клематисом принцесса диана это клематист эксенсис достаточно редкий вид наших садах хульдин мне нравится во первых формой цветков если вы посмотрите на него в профиль то видно что у него цветочки немножко чешевидные они немножко чашечками они смотрят вверх и очень декоративно это смотрится на кусте в отличие от плоских цветков всех остальных клематисов вот это вот особенность вот эти изогнутые лепестки на мой взгляд смотрятся очень декоративно сорт очень обильно цветет мне вот он очень нравится в дуэте с розам вот этим сортом изначально я хотела сюда подсадить еще и розу но роза сюда расти не захотела она пошла немножечко в сторону сорт очень неприхотливый хульдин относится к третьей группе обрезки то есть его не нужно сохранять ему не нужно сохранять побеги на зиму и вот здесь вот видно насколько он обильный это я всегда очень ценю в клематистах потому что к сожалению далеко не все клематисты цветут так обильно так что если вы ищете красивый белый сорт для сада очень очень советую и еще один невероятно обильный неприхотливый сорт я думаю многие из вас его знают это пурпурая плена элеганс он цветет вот такими очаровательными маленькими хризантем коми я его просто обожаю он в общем то выглядит честно говоря очень непривычно для клематиса потому что мы все привыкли что клематис он вот такой пурпурая плена элеганс он больше похож на маленькие розочки и кстати он очень красив в сочетании с крупноцветковыми плетистыми розами мне кажется будет но как я уже говорил у меня сочетание клематисов с розами далеко не везде удалось вы видите насколько он обильный и конечно вот эти махровые цветочки они очень необычные декоративные ну и как вам и обещала в прошлом или в позапрошлом влоге показываю еще раз клематис виктория который я мельком уже показала сейчас он уже в полном цвету и вот теперь можно действительно оценить насколько обильно он светит видите под цветками практически не видно листвы причем цветет он весь куст сверху донизу вот насколько хватает глаз действительно один из лучших сортов и вот что касается обильности цветения честно говорю равных ему я пока не встречала причем хочу отметить что растет он у меня в далеко не самых шикарных условиях он растет достаточно тенистом месте не на солнце и при этом вот я сейчас стою с северной стороны от куста то есть вы можете оценить обычно все цветки растения тянут в сторону солнца вот эта сторона против солнца солнце она вот вот там и несмотря на все это он весь усыпан цветами видите насколько он обильный вот такой вот красавец тоже очень очень советую если вы ищете красивый неприхотливый сорт повторюсь не помню говорил прошлый раз или нет это третья группа обрезки то есть он совершенно неприхотлив не требует сохранять побеги достаточно сильно рослый и вот самое что мне в нем нравится наверное это то что весь куст сверху донизу цветет то есть не только его макушка как у многих сортов третьей группы вся вся поверхность куста обожаю этот сорт вот если бы мне нужно было выбрать только один клематис саду я думаю я выбрала бы его уже середина лета и для меня настало время проводить профилактику черной пятнистости я знаю что у кого-то уже с ней ведется борьба действительно черной пятнистости это та болезнь для которой важнее профилактика чем лечение и я обычно провожу профилактику биологическими препаратами потому что как те кто меня давно смотрят уже наверняка знать что я не люблю использовать химию в саду я пользуюсь препаратом фитоспорин м это биологический препарат там содержится живые бактерии бацилиус субтилис который именно в том что касается профилактики очень хорошо действует на возбудители черной пятнистости продается он вот в таких пакетиках в пасте сейчас я буду разводить препарат на самом деле очень экономичный вот этого пакетика хватает на какое-то нереальное количество вот из этого получается пол литра раствора а пользоваться надо буквально там может столовую ложку на один полив там пару чайных ложек на полив то есть вы понимаете что этого хватит очень очень надолго эту пасту я обычно беру пластиковую бутылку развожу в ней разводится вот это количество на два стакана воды уже один стакан там есть малая аппетитная субстанция вот эту бутылку я оставляю обычно постоять для того чтобы препарат полностью разошелся потому что он конечно не сразу растворяется и в дальнейшем опрыскиваю розы раствором фитоспорина по инструкции на препарате у меня по инструкции для садовых цветов указано две-три чайные ложки на 10 литров ну я соответственно на свой пятилитровый опрыскиватель обычно одну полторы чайные ложки кладу помогает это именно в случае пока розы у вас еще чистенькие как это вообще работает бактерии которые содержатся фитоспорин потому что это на самом деле скажем так концентрат бактерий полезных они оседают на тканях листа и живут там соответственно они не дают возбудителю черной пятнистости там угнездиться поэтому фитоспорин он работает именно в случае пока ваши розы еще не заболели если у вас уже случилась вспышка черной пятнистости то в этом случае конечно фитоспорин будет неэффективен в этом случае нужно будет использовать более серьезную химию что касается химии знаете я ее не люблю но тем не менее расскажу те препараты которые мне помогли в свое время которые я знаю помогали многим розоводам вообще с черной пятнистостью если она уже настала если она уже случилась достаточно сложно бороться те у кого она была я думаю об этом знают так вот если у вас уже буйствует черная пятнистость в розаре если вам уже нужно лечить в этом случае мне в свое время очень хорошо помогло чередование препаратов нужен препарат который содержит в своем составе манкоцеп если я не ошибаюсь у нас это придамил голд я пущу название препаратов по экрану и второй препарат должен содержать триазол это скор и какие-то еще опять же пущу название по экрану схема опрыскивания в этом случае такая первую неделю вы опрыскиваете препаратом который содержит манкоцеп вторую неделю вы берете второй препарат который содержит триазол третью неделю опять манкоцеп четвертую неделю опять триазол всего чередовать можно раза три то есть получается курс лечения 6 недель больше не надо потому что уже будет перебор химии мне в свое время вот четырех раз оказалось достаточно это остановило очень сильную вспышку черной пятнистости так что если вот у вас такая напасть то попробуйте схема действительно рабочая действительно хорошо помогает тем более что препараты которых я говорю их достаточно легко найти в продаже в отличие от например препаратов для ржавчины до тот же самый фалькон которым я штамп осенью опрыскивала который предназначен только для промышленного сельского хозяйства тут в общем ничего такого нет но действует это на порядок лучше чем если вы например будете опрыскивать только одним препаратом манкоцеба содержащим вот именно чередование разных действующих веществ она гораздо лучше действует чем какой-то только один препарат ну и плюс конечно очень важно при вспышке черной пятнистости соблюдать так скажем гигиену в розарии то есть все листья которые заболели которые опали нужно обязательно убирать это особенно важно осенью если у вас например был год была вспышка черной пятнистости у вас все розы стояли голые все вот эти листья заболевшие валялись на земле вот прежде чем вы розы накрываете обязательно нужно все эти листья сгрести все все убрать потому что возбудитель заболевания он как раз в этих листьях в верхнем слоем почве зимует и в этом случае наверное хорошей идеей будет как раз перед зимой обработать розы тем же самым медным купоросом хомом чем там обрабатывают да я обычно этого не делаю поэтому не буду давать рекомендации до каких-то четких количественных но тем не менее вот каким-то фунгицидом перед зимовкой розы обязательно тоже обработать но и все-таки старайтесь для того чтобы у вас этих вспышек болезни не было лучше проводить профилактику как обычно лучше предупредить болезнь чем ее лечить и вот именно фитоспорин он очень хорошо помогает от черной пятнистости в качестве профилактики и еще кстати расскажу такое небольшое ноу-хау если вдруг кто-то не знает что касается мучнистой росы у меня ее практически никогда не бывает в розаре были какие-то единичные может быть случай и в случае если она появляется ее очень легко за один раз можно убрать вам нужно опрыскать розу обычной водой и посыпать обычной свежей золой подержать этот куст в таком состоянии пару часов и после этого всю вот эту залу смыть водичка после этого ваша мучнистая роса она на раз вот убирается такие такой процедурой и больше вы про нее не вспомните так что вот у меня например проблем с мучнистой росой не было никогда и вот даже пару раз когда она появлялась я ее тут же вот так вот залой очень легко убирала так что если вдруг у кого-то розы страдают от мучнистой росы возьмите на вооружение очень простой недорогой и легкий в использовании способ роза нас конечно в этом году совсем не радует из-за погоды но хочу показать вам такой небольшой курьез не знаю с чем это связано но у меня в этом году роза ice for you цветет полумахровыми цветами если вы знаете то это вообще сорт не махровый но в этом году не знаю с чем это связано возможно с погодой вот видите у него цветочки правда уже отцветают пока я его собралась снять но они такие совершенно явно полумахровые а вот это еще одна красотка с темной серединкой вообще очень люблю эти розы они последние годы стали модными вот это у меня алисар принцесса финикийская или принцесса фуниша вот эти вот темные серединки они конечно потрясающе красивы и надо сказать сорт очень сильный очень обильно цветет вот эта одна ветка вся вся покрыта цветочками они к сожалению не очень хорошо выдерживают дождь от дождя они покрываются пятнышками но вот пока они свеже распустившиеся они очень очень хороши ну и в хорошую погоду безусловно тоже очень красивые поначалу они вот такие вот персиковые в отличие от айс фую который весь в холодных тонах есть такие даже чуть-чуть оранжевые оттенки проглядывают а потом по мере отцветания цветки становятся вот такими вот уже розовыми вот он старый цветочка ведь весь покрытый красными пятнышками теми самыми от дождя кстати напишите мне в комментариях нравится ли вам подобные розы или вы их не понимаете потому что я знаю что не все воспринимают подобные розы как розы предпочитают густо махровых красавиц ну а вот мне очень такие нравятся я вообще очень люблю розы с красивыми тычинками ну а когда вот такая вот декоративная серединка яркая мне кажется вообще потрясающе смотрится продолжая тему устойчивых дождю остинок хочу похвалить еще один сорт который расцвел на этой неделе прошлые выходные он еще не цвел это джубили celebration достаточно новый сорт сравнительный конечно я его очень люблю вообще очень люблю розы такого цвета двухцветный видите он снаружи розовенький а изнанка у него желтенькая за счет этого конечно цветки очень интересные необычно смотрятся и вот этому цветку уже если я не ошибаюсь дня 4 или 5 и как видите он выглядит вполне себе презентабельно не считая небольших повреждений на внешних лепестках так что тоже его смело можно считать сравнительно устойчивым к дождям ну кроме того пахнет он конечно совершенно умопомрачительно я небольшой мастер описывать ароматы но у джубили celebration мне кажется чуть-чуть чуть-чуть лимонный аромат немножко сладости немножко фруктов немножко цитрусов я очень люблю в розах такой вот сладкий аромат то есть когда роза пахнет не розовым маслом а когда она пахнет чем-то таким сладким для меня это как сладкое вино может быть но здесь такие вот совершенно явные цитрусы кстати сейчас достаточно многих сортов достаточно много сортов стал появляться с таким ароматом мне он очень нравится здесь у меня по соседству golden celebration он тоже очень здорово пахнет тоже обожаю его аромат и вообще очень люблю ароматные розы в саду вот пожалуй это еще один момент за который я очень люблю розы остины и готовы им прощать какие-то иногда не слишком аккуратные кусты иногда может быть не очень хорошую устойчивость болезням что касается старых именно сортов остина иногда плохую устойчивость к дождям и вот за вот эту утонченность наверное я и люблю розы остина и отличаю их от всех остальных сортов хотя сейчас очень очень много роз именно ностальгической формы все их выводят потому что это модно потому что все их хотят но все-таки сорта остина на мой взгляд не смог превзойти пока никто покажу вам еще немножко компаньонов роз пока розы нас не радует это лилии вот кто-то спрашивал меня как я отношусь к лилиям в розарии отношусь я к ним очень хорошо мне к сожалению не так много уже лилии осталось здесь вот смотрите у меня какой жилец сидит они укрывные но они отличаются вот такими огромными цветками поднесу руку для масштаба цитки действительно очень очень крупные и отличаются совершенно потрясающим ароматом очень их люблю к сожалению часть у меня спустя несколько лет пропала но здесь вот для них видимо удачное место вот меня здесь куртинка из этих лилий уже много лет растет и начинаю зацветать флоксы вообще не могу сказать что я большой любитель флоксов но эти флоксы они особенные они голубые вот сейчас на солнечном свету они выглядят фиолетовыми но сорт этот хамелеон в сумерках когда солнце уже садится он становится совершенно голубого цвета причем какого-то потустороннего цвета как будто он светится изнутри я вот честно говоря даже сейчас не вспомню что это за сорт вот голубые флоксы я очень люблю я попробую вам еще попозже ближе к вечеру его отснять и сделать вставочку что вы посмотрели сравнили окраску совершенно потустороннее зрелище очень мне нравится хочу коснуться вопроса жирующих побегов о которых я вскользь упомянула в своем прошлом блоге потому что как выяснилось очень многих вызвало вопросы я упустил один момент когда про них рассказывала момент этот касался плетистых роз я сказала что жирующий побег да выглядит как сильный побег розы у повторно цветущей розы на котором нет нет ни цветов который просто вот он такой дрын растет вверх и свести не собирается и мне сразу многие начали писать что вот у меня плетистая роза а у нее такой побег ее надо обрезать или нет вот хочу немножко да прояснить этот момент потому что я его действительно упустила из виду наверное еще потому что у меня сейчас нету крупноцветковых плетистых роз в саду которые собираются цвести поэтому вот не показала вам не рассказала те розы которые цветут крупными цветками повторно цветущей плетистые розы так называемые клаймберы или клайминге они действительно выпускают высокие сильные побеги на которых нет цветков и вот есть соблазн до принять этот побег зажирующий побег но на самом деле это не так нужно понимать что плетистая крупноцветковая роза это по сути тот же самый шраб но только очень высокий и в принципе многие клайминги можно вести как шраб если действительно их пониже обрезать но такой побег именно у плетистый крупноцветковый повторно цветущей розы да на котором на макушке нет цветов это абсолютно нормальное явление и поначалу на всех крупноцветковых плетистых розах такие побеги появляются они не являются жирующими вообще отличие жирующего побега на кусте розы в том что он скажем так превышает общий вид куста я вот не сказала об этом прошлый раз и видимо поэтому это вызвало столько вопросов то есть если у вас вся роза высотой например метров например около метра до куст высота около метра и вдруг появляется такой вот дрын высотой метра полтора который явно выбивается из общей массы других побегов розы вот это жирующий побег а что касается крупноцветковых плетистых роз то конечно же вот эти побеги без цветов их не нужно обрезать их нужно немножечко отогнуть от вертикали да потому что все плетистые розы они как они цветут да как они устроены они сначала выпускают вот эту вот крупную ветку она может цвести может не от свести потом из этой крупной ветки из боковых пазух из пазух листа появляются боковые веточки и вот на этих боковых веточках уже появляются бутоны и потом цветы для того чтобы стимулировать появление этих боковых веточек но вы можете конечно обрезать побег но таким образом вы очень сильно ограничите рост плетистой розы а вам же нужно чтобы плетистая роза была большой и для того чтобы стимулировать рост вот этих боковых веточек вам нужно просто отогнуть эту вертикальную ветку хотя бы под 45 градусов самое лучшее это распялить ее веером по какой-нибудь горизонтальной опоре либо если позволяет завернуть колечком вокруг обелиска но обычно клаймбинге у них очень толстые жесткие побеги поэтому это малореальная я думаю ситуация бывают с достаточно гибким побегом на это скорее редкость то есть клайминге проще всего распяливать вот так вот веером по опоре и вот эти вот вертикальные дрыны которые многие после моего прошлого выпуска причислили к жирущим побегом их опускать немножечко пониже если они хотя бы наклонно будут идти это уже будет стимулировать пробуждение боковых веточек и ваша роза быстрее зацветет если вы ничего не будете делать то просто эта ветка в какой-то момент сама начнет ветвиться вы можете макушечку прищепнуть чтобы это стимулировать но это совершенно не обязательно это просто характер роста таких роз и такие побеги именно у крупноцветковых плетистых у клаймингов у клаймберов не считается жирующими то есть жирующий побег он именно его особенность именно в том что он очень сильно выбивается среди основной массы побегов розы и именно поэтому вот его нужно как-то что-то с ним делать потому что он не только не цветет но он еще и портит общий вид куста потому что он ну во первых он все соки на себя забирает потому что он самый большой и сильный а во вторых у вас куст получается некрасивый однобокий потому что он весь там метровый а этот побег он вдруг стреляет там метра на полтора или на два вот именно такие побеги нужно обрезать ну а что касается плетистых то лучше их именно правильно формировать нужно именно формирование влияет на цветение плетистых роз гораздо большей степени нежели обрезка ну что же я как обычно жду ваши вопросы и замечания в комментариях желаю всем нам наконец-то хорошей погоды ну а на сегодня все всем пока